Массовая гибель птиц в центре Нижнего Новгорода. Голуби один за другим весь сегодняшний день падают и умирают на улице Минина. Улица завалена мертвыми и едва живыми голубями. Ну это как минимум странно. Сразу Хичкок вспоминается, фильм «Птицы». Там какие-то странные события происходили с птицами, а фильм-то относится к жанру фильм ужасов. Ну честно говоря, вот это тоже достаточно ужасно. Блин, жалко. Вот они на крыше сидят, а потом они уже внизу. Буквально вчера утром я проходила, он сидел сначала, через два часа он уже лежал. То есть они уже не летают даже. Они сидят и, видимо, ждут смерти своей. Вообще голуби очень подвержены инфекционным заболеваниям. Это часто заметно. Но вот так вот, чтобы концентрация была в каком-то месте. Оттуда упало, вот сейчас падают голуби. Из-за чего может воду отравили, да? Вот кто это поставил? Надо экспертизу его поставить. Возможно, если здесь поставили воду, значит это траванули. Потому что голубей же не очень любят. Они как крысы считаются для многих. То есть разносчики заразы. Здесь обычно очень много голубей пасется. И люди их там подкармливают. Может быть, кому-то это как бы разонравилось. И кто-то решил что-то сделать для того, чтобы популяцию голубей вот именно в этом конкретном месте уменьшить. Тут парковки, тротуары, все загажены. Вот даже ходить далеко не нужно. Мы прекрасно знаем про случаи, когда травят собак. Даже тех, которые вот стерилизованы избиркой в ушах. Мы много всего этого знаем. Поэтому мне кажется, что здесь скорее человеческий фактор, чем какие-то природные явления или, не дай бог, инфекционные заболевания. Мы вызвали представителей ветеринарной службы. Может быть, как отравление. Что-то 15. Похоже, как на отравление. Но мы их сдадим в лабораторию. Там будут исследовать первые штаны гриб птиц. Буквально через пару часов, после того, как ветеринары собрали всех погибших птиц, и все с места ЧП уехали, к нам в редакцию опять позвонили жители улицы Минина и сообщили, что голуби опять массово падают на землю. Вот лежит в траве. Вот в трое. После того, как приехала ветслужба, забрала мертвых голубей, обработала это все. Появилось вот здесь на месте двух тарелок пластмассовых минут через 20. Вот эти семечки. И появились, стали появляться новые трупы птиц. Они падают на глазах. Они отказываются от еды. Я им предложила хлеба. И они, видимо, по всей видимости, отравлены, потому что одинаковые козьи падают. Вот прям падают, видите, на глазах. Вот их было три, сейчас я даже их посчитать сложно, их очень много. У них вот слюни текут из клюва. Сегодня к вам уже обращались по поводу падежа голубей на улице Минина. Вот хотели бы еще раз вас вызвать. Это еще живые? Ну, они вот какое-то время, да, они живые, вот видите, но это прям ненадолго. Все, он буквально сейчас несколько минут и тоже будет вот такой же. Падеж очень большой за очень короткий период времени. То есть, вот представляете, в течение дня, тут не то, чтобы какой-то инкубационный период идет. Здесь, ну, больше похоже, конечно, на то, что это отравление. Наша задача выяснить, нет ли инфекции какой-то, которая может быть опасна обществу. Птичий грипп, орнитоз. Для нас это важно. Кстати, как сообщили нам в Ветнадзоре, за сегодняшний день с улицы Минина ими были изъяты 44 погибшие птицы. Версия инфекционного заражения рассматривается, но основная все же отравление. Отравление.